Так и плюсы, если вы слышите меня, если вы нормально слышите, если вы хорошо должны слышать себя в наушниках. И вот начнем обсуждение движения активов в прошлой неделе и обсуждение того, что будет на этой неделе. Представлюсь я, Фред, трейдер, управляющий активами, торгую много лет на разных рынках по облигациям, в частности сейчас управляю фондом клиентским и торгую на рынке акционов. Собственно, все, что касается рынков, это я, все, что касается меня, это рынки, мне интересно и круглые сутки готов обсуждать, говорить, рассказывать и быть на рынке. Организатор вебинара Admiral Markets, вот тут вкратце риски, знаете, что мы знаем торговля, это риски. И, собственно, об этом нужно предупредить всех, потому что есть лицензия и регуляторы требуют обязательно это делать. А, ну, наконец, опыты, офисы от Admiral Markets в Сталине и в Лондоне, офис вообще много, это центральные, и контакты, по которым можно обращаться. Обращаться можно сюда, если речь идет о темах, о вебинарах, а все остальное, вот по этим контактам Admiral Markets еще не в короткое время вам ответить. А мы начинаем, давайте сначала проверим, насколько наша презентация и десктоп видны, вот должны быть видны уже через буквально несколько секунд. Так, вот, да, уже, наверное, видите десктоп. В частности, метод трейдер я включу, тоже должен быть виден. Вот у нас Тесла как раз открылась, давайте с нее и начнем. Вот такая линия, ну, Мак немножко криво делает, я хочу продолжить линию, а он почему-то вот так делает. Давайте вот так пройдем по настройкам этой линии. У каждой, знаете, линии объекта есть настройки, да, вот, попис, и сделаем луч, и тогда она будет вот такая, что и требовалось сделать. Окей. Значит, что у нас происходит? Мы пробили восходящий канал, не смогли зайти туда вчера, нет, не вчера, это было в пятницу, в четверг, в среду, попытались обратно сунуться вот в этот восходящий трендовый канал. Пока неудачно. Даже больше скажу, рынок нам показал, что все-таки он намерен идти вниз. Но так как сегодня снова рынки показали новые максимумы, нет, я не уверен, что не сегодня новые максимумы показали, это была вне биржевая сети. Давайте посмотрим, прав ли я. Ну, просто возьмем Finviz, и на Finviz вот какой-нибудь futures, да, и откроем futures S&P. И на часовых посмотрим, было ли. Да, было, несколько часов назад до открытия или уже во время открытия биржевой сети сейчас 20 часов, да, 19, 18, 17, 16, до все-таки. Мы показали, что futures ушел на новый исторический максимум, ну, буквально на несколько пунктов, не то чтобы прям максимум-максимум, но и тем не менее, даже если бы мы не ушли, мы находимся буквально там в 0,1% от исторических максимум по S&P, даже за 2500 пунктов пробили. Итак, на росте рынков, на таких вот восходящих сильных движениях Tesla не может уходить сильно вниз, нет, она, конечно, может, ну, вот попытки были вчера, минус 3,5% было падение на закрытии, а вот сегодня снова и паре снова откупили. Мне кажется, что малейший негатив и Tesla свалит, она посыпется. Что можно сделать? Можно шортить небольшим стопом, просто быть готовым, что он сработает, да? Мы против ветра, да, плюем, мы понимаем, что делать так нельзя, но техника есть техника, или у вас есть давно уже ощущение, что Tesla переоценена, двойная вершина и все такое, тогда можно пошалить, пошуметь, зашортить бумагу, там, 250 плюс с копейками и поставить стоп-лосс, ну, самый короткий, самый близкий стоп-лосс, который будет склонен, скорее всего, будет, как сказать, спонжер, будьте готовы, что будет сработать, он что сработает, будет 362, 12 долларов, нет, 10 долларов сейчас 352, 10 долларов с бумаги, то есть на CFD получается, если у вас 100 акций шот, ну, ладно, математика не мою, считать не буду, вот так вот можно зайти в шот по сигналу, по классическому сигналу, это у нас тренд с декабря 2016 года, этому тренду год, да, у него уже вырисовывается, или вырисовывалась двойная вершина, очень четко дал нам вынуть знать, что не готов штурмовать 400. Мы пробили, наконец, тренд, немножко неуверенно, хотя откупали очень хорошо на 330, там, где-то вот копейками на этих уровнях, откупали очень хорошо, прям свеча открылась, лоу сильный, 331, 330 с копейками, и уже день закрыли на 347, 12 долларов, но, тем не менее, этот барьер не взят, этот рубеж не взят, и можно шортить, вот уже 352, 23 дневной максимум. Но будьте готовы, бумага может все еще находиться в рамках вот вашего технического, нашего или вашего технического классического анализа, находиться под линией, восходящий, да, и тем не менее, ваш топ сработает. Ну, вот увидим новый максимум, потом еще, локальный, еще один, еще один, вроде мы под линией, а так забираемся наверх, ну и что делать в этот момент, продавать каждый раз, шортить со стопами, ну, каждый решает сам, по крайней мере, я рассказал вам о технической фигуре, которая вот вырисовывается. С мувингами будьте тоже осторожны, иногда мы рисуем мувинг, я не обращаю внимания, насколько они simple или не simple, экспоненциальная или нет, но вот мне кажется экспоненциальная лучше отражает, 100 дневка экспоненциальная лучше отражает график, потому что мало того, вот здесь несколько раз касались, потом пробили и ушли, потом на обратном пути не могли развернуться вниз, да, закрытие все-таки близкие, близкие были к линии или выше даже находились, в этот раз открылись и закрылись тоже выше, вот пока находимся выше 100 дневки экспоненциальной, можно предполагать, что не стоит спешить, так, шортан, или же нужно понимать, что тренд нисходящий, он не такой актуален. Что пишет Артур, вопрос по Тесле, если полететь вниз, то максимальное падение сколько может быть процентов до того, как происходят на эти торги и падение по другим максимумам. То есть он спрашивает про диапазон и возможные цели внизу, если все-таки шортить, что ждать, чего ждать. Ну, смотрите, бумага хорошая, модная, ее покупают и выросла она достаточно сильно, мы всего лишь хотим поймать усталость рынка, двойная вершина это и есть усталость рынка, то есть невозможность идти на новые максимумы. Что можно взять, вот эту величину хотя бы можно взять, я не знаю, ну вот куда-нибудь сюда, 300, я бы на 300 уже вышел, 50 долларов с акции, ой, это очень много, это очень-очень много, я бы уже на 300 вышел. Другое дело, что если начнется Армагеддон именно сейчас, Тесла будет одна из первых, а кто будет в первом ряду, да, ну вот в район, даже ниже 300 можем упасть, не сразу, вот сюда технически. Тут на Выкли есть у нас тоже 100-недельный Выкли, будет поддерживать, где-то вот здесь уже догонит. Ну 200-недельный очень далеко, собственно, да, вот поддержка и возьмем какую-нибудь поддержку, которая прям вот горизонтальная, 292, да, 300, я бы на 300 вышел, а дальше пускай другие забирают, по всем параметрам хороший уровень, на Выкли, конечно, я смотрел. На Дейли ближайшая цель, ну даже выше, 315, там где-то вот здесь, ну где 315, там и 300, вот хороший уровень мувинг, снизу уже линия поддержки, и вот в этой зоне, если выйти, то хорошо. Но опять же, смотрите, я постоянно говорю, и это, наверное, хороший совет, и заходите, и выходите частично, постепенно. То есть вот сейчас вы хотели зашортить, а 100 хотели бумагу зашортить, или 50, 25 зашортили, 25 оставили. Кстати, вот в метатрейдере можно даже одну бумагу шортить, да, одна бумага это с плечом, ну допустим, 1,10, это залог не 351 доллара, а 35, совсем немного. Могу ошибаться в математике, там все-таки залоги сейчас считаются у Дмитрия Маке совсем по-другому, там вложен весь портфельный, да, состав портфеля, и отдельно взятая бумага. Итак, зашли шорт сегодня, зашли шорт на следующем росте, поставили какой-то общий стоп, и все, забыли про эти деньги, тестируем гипотезу. И помимо того, что заходить и выходить надо постепенно, не сразу одним сайдом, еще одна хитрость это тестирование гипотез, то есть не надо думать, что мы правы, что у нас действительно вот такой технический анализ, самый верный, самый лучший, нет, мы просто тестируем гипотезу, а что если? У меня даже у брокера Interactive Brokers в софте есть такая кнопка, вот и, ну она конечно касается залогов, речь не идет о тестировании на рынке или каких-то стратегий, но вот всегда придерживаюсь такой идеи рыночной, что если это так, нет, так нет, вот мои 100 долларов, до свидания, я уже попрощался с ними. Да, там 5000 можно взять на 100 акций, ну и все, вот так и живем. Хорошо, дальше, тут на ZDK, ну пока ничего особо не изменилось, как мы и говорили, вылетели из этих двух уровней, ну ждем, посмотрим, что будет дальше, это weekly. Я вот постоянно смотрю на этот график и думаю, почему он не меняется, оказывается это weekly, еще и вот так вот сжатый, то есть мы не видим его настолько в красках, да, вот эти белые, черные свечи. Иногда это даже полезно, иногда полезно, они нервничают из-за каждого разворота, из-за каждого шипа, из-за каждой свечи. Вот так сжали его, сделали weekly, где-то вот здесь увидели сигнал, sell поставили с большим стопом и забыли все, а дальше они нервничают на каждый разворот, просто видим какие-то полоски, даже не свечи. Многие же представляют график вот в таком виде, они не любят свечи, такие олдскульные трейдеры из каких-нибудь там 70-х, 80-х, я таких не знаю, к сожалению, я тогда только родился. Они вот графики смотрят вот в таком виде, визуализируют не свечи, а бары. Бар это та же свеча, просто у нее нет окраски, то есть если растущая свеча у нас она полая, белая, если падающая черная, в барах нет такого, если падающая свеча, линия слева сначала и потом справа, вот этот штрих, вот это означает, что падающим, давайте включим, так, черная свеча. Это, наверное, не то чтобы специально сделало, просто свечи были раньше, чем бары, мне кажется, говорят в свечном анализе там сотни лет, так вот, таким образом видимо трейдеры избавляются от визуализации вот этого вот дневного движения, им все равно, они хотят сжать настолько, чтобы просто был скучный, скучный, скучнейший график, никаких цветных даже свеч, чем скучнее, тем лучше, тем меньше будет эмоций. Я не уверен, конечно, в такой версии, но лично я бы в таком виде графика находил только один позитив, это сделать график скучным, чтобы не нервничать и не переживать из-за каждого движения. Так, окей, сожмем, пойдем дальше. Ну вот, собственно, S&P новый локальный, не локальный, исторический хай, но до открытия рынка, шип, сейчас половину дня мы теряем, вот видите, половину дня тень оставили, что будет дальше, не знаю. И вообще мы приблизились к верхней линии, да, вот если брать канал с небольшими шальными выходами из канала, эйфория здесь, такой пессимизм, а вот сейчас пробьет и улетим вниз, но не получилось, зашли обратно, пошли дальше, V-формация называют такую фигуру, то мы как раз сейчас где-то наверху. Если уж мы снова будем эту линию пробивать в новом хайан, то это просто означает, что на рынке ликвидности столько, на рынке эйфории и отсутствия страха столько, что я не знаю даже, что этот рынок спасет, что этих медведей, вот еще один позитив, президент Каталунии отложил, попросил отложить независимость, вышла новость, ну, не так, что это столь важно, так что, да, такой непуганный рынок, рынок непуганных идиотов, видимо, давно не видели кризиса, видимо, все эти роботы, алгоритмы торгуют там с 10, 11, 12 года, их не пугали кризисами, вот они не понимают, что такое минус 5% в день. Кстати, о минусах, помните, мы говорили, что рынок уже 241 день, нет, подождите, рекорд 241 день, когда рынок не разворачивался, сейчас уже, наверное, 230 плюс, или даже мы уже обогнали, потому что, что у нас сегодня, 10 октября, 28 сентября было 203 дня рабочих дня, когда рынок не делал коррекции, более чем на 3%, если 28 августа это 203 дня, 28 сентября это сколько рабочих дней в сентябре, ну, допустим, 20 рабочих дней, это 223 дня, 28 плюс 10, ну, близки очень к рекорду, ну, очень близки, буквально там каких-то несколько дней нас отделяет от первого места, от рекордного периода падения бумаг, точнее, не падения, да, роста рынков, никогда еще не было так, чтобы рынок так долго не делал коррекцию, хотя бы на 3% или более, 1,5% не считается, мы видели, 1,5% уже было, но вот 3% более-менее серьезная коррекция. И у нас сейчас на днях будет 10-15, по-моему, был, да, вот этот обвал октябрьский, или я что-то путаю, кто-нибудь помнит в Википедии, просто пробейте, пожалуйста, 87-й год обвал какого числа было, по-моему, 15-го октября, или 19-го октября, то есть уже будет 97-7-17, ровно 30 лет, со дня на день вот наступит. Может быть, отметят медведи, может быть, они ждут, дают быкам далеко уйти, а потом бабах, и все рухнет. Ну, не знаю, не скажу, что похоже на это или не похоже, нет никаких, у меня лично никаких нет данных, которые бы указывали на какие-то мощные коррекции, шансы на эту коррекцию, и вообще то, что было 50 лет назад, не так, что повторится и в этот раз. Поэтому просто ждем терпеливо, не нарушаем риск менеджмент, чтобы в любой момент можно было сделать ноги с лангов. Так, Алекс Трейдер пишет, в понедельник, да, 19-го октября, я был прав, не 15-го, а 19-го года, день, в который произошло самое большое падение промышленного индекса Dow Jones за всю его историю, 22,6%. Я так читаю, как будто вы не видите это, вы тоже видите час. Так что вот так. И вообще октябрь один из волатильных месяцев из всех среди 12 месяцев, да, у нас в 12 месяцев, октябрь самый волатильный. Это и рост, и падение касается, но больше, наверное, всегда говорят волатильность, паника говорят о падении, потому что рост, кого удивишь, ладно, S&P у нас вот здесь, запоминаем место, точку, вспоминаем, что у нас уже давным-давно рынки не падают, но это ничего не значит, мы можем и на первое место уйти, побить рекорд 95-96 года, мы можем и вообще показать новые вершины, это ничего не значит, не значит, что больше, дольше быть не может, все может быть, просто с каждым днем вероятность хоть какого-то, хоть какой-то коррекции выше и выше. Это не значит, что если вы поймаете эту коррекцию, то вы обязательно в профи, посмотрите, если вот кто-то сейчас скажет, я ставлю на то, что коррекции, коррекция 3% должна быть со дня на день, мы не побьем рекордов 95-го года или побьем совсем незначительно, зашортит отсюда, а через несколько, давайте выкли, откроем, через несколько свечек действительно начнется коррекция, но это будет где-то в декабре или в январе, допустим, да, в январе у нас тоже были волатильные, в 9-м году, помните, январь, в 16-м январь был волатильный. Так вот, если это произойдет где-нибудь в январе, за это время рынок может прибавить 10%, и оттуда упадем на 3%, то есть вы были правы, да, совсем мало оставалось, буквально пара месяцев, да, сейчас октябрь, ноябрь, декабрь, ну, 2,5 месяца, но от этой точки рынок прибавил 10% и только потом упал там на 5%, но это же не делает вашу позицию прибыльной, вы минус 10 отсюда и потом плюс 5 отсюда, все равно вы минус 5. Так что, да, мы можем быть правы, в ближайшее время рынок наконец нам даст то, что мы хотели, но пока дойдем до этого дня, пока дойдем до коррекции, еще 10% можем прибавить, никто не знает. Но вот графически мы видим, что мы находимся внутри этого канала, и коррекция хотя бы в район вот сюда 2500, хотя это очень мало, 2500, это буквально одним днем можно уйти и все. Я бы все-таки хотел увидеть выход из этого канала и уход на 2400, вот хороший уровень 2400, а там посмотрим, можно будет покупать. Ну, я ничего пока не делаю, не предлагаю, просто обсуждаю, размышляю по поводу того, где мы внутри канала, что может быть. Золото, хорошо, конечно, все начиналось, пробили уровень, вот как на Тесле очень большие пошли покупки от этого уровня и мы зашли в канал. Ну, тут вообще делать нечего, ни туда, ни сюда, мощный уровень сопротивления 1300 без 5 копеек, да, без 5, без 4 долларов, и вот этот канальный уровень мы тоже не смогли пробить вниз, так что делать абсолютно нечего. Идем дальше. Что у нас? Нефть. Я, кстати, не знаю, из-за чего именно сегодня растет нефть, если кто в курсе скиньте в чат, потому что я сегодня 5 часов с половиной вел большой курс в инвестиционной школе и вот только вернулся, не только вернулся, вернулся и немного поспал перед вебинаром, чтобы, так сказать, отдохнуть и... Да, да, я проспал начало рынка, точнее не начало, а собственно самую ее часть. Но это можно делать опционщикам, потому что если рынок скучный, ничего интересного нет, можно делать. Рост нефти на самом деле лично для меня, как для опционщика, не представляет сегодня никакого интереса, потому что это не новый максимум, локальный, допустим, не 53 доллара, где можно колы продавать, это не новый локальный лоу, это какая-то проторговка внутри узкого диапазона. Отлично, что мои путы подешевели. У нас есть опционный чат, и вот ребята не дадут мне сорвать, вот Михаил Смирнов, он наш опционный трейдер, так назовем, в нашем чате. Мы там с Дмитрием обменивались тем, что колы наши подешевели, а теперь пошли продавать путы. Вот когда падал нефтяной рынок, мы там как раз в этом чате переговорились с ним, что ура-ура, хоть можно теперь путы продавать. Я не то, чтобы прям массово их продавал, но начал потихоньку по 3-4 контракта продавать, и вот хорошо, что теперь и они в плюсе, и колы подешевели, и путы, и так что все хорошо. Делать нечего ни для спот-трейдера, ни для фьючерсного, ни для опционного. Ну, я, по крайней мере, не вижу сигнала в каком-то узком диапазоне, что будет дальше. А если выкли нажать, обратите внимание, это просто скукотища. Уже полтора года, скоро будет два года, как мы находимся в очень узком, ну, два еще не скоро будет, но вот полтора точно уже есть. Мы находимся в узком диапазоне между 40 и 54 с копеек на 55, даже не было 55. Скучнейший рынок, да, 15 долларов диапазона. Это было время, мы за неделю проходили эти 15 долларов. Вот посмотрите здесь, какой это месяц, это ноябрь 2014 года. О, как раз ОПЕК должен был собраться, чтобы там не не собрались, 11 долларов за одну неделю, за три недели что здесь показывает, за три недели 19 долларов падения, а теперь у нас два года, полтора года точно вот такого 15 долларов диапазона туда-што туда. Ну, это понятно, мы сто раз обсуждали, на самом деле тут ОПЕК и СЛОНЦЕВИКИ каждый свою работу делает, каждый пытается что-то прибавить рынку, донести до рынка какую-то идею, назовем идеей сокращения квот, или СЛОНЦЕВИКИ пытаются убедить рынок, что они качают и качают. Нет, СЛОНЦЕВИКИ на самом деле не пытаются ничего делать, они просто добывают свою нефть. А вот ОПЕК пытается, ОПЕК пытается помешать этому процессу, они это называют ребаланс. Вот, кстати, в газете «Деловые медленности» в среду завтра выйдет моя статья о рынке нефти, такая простенькая статья о том, что 30 ноября, вы знаете, у нас ОПЕК собирается ровно через полтора месяца, почти чуть больше, и уже намеки, уже идут сообщения на рынок, что саудиты с русскими практически, ну как договорились, будут выступать затейщиками того, чтобы сроки продления сниженных квот были, в марте заканчиваются, вы знаете, были продлены. Непонятно, это будет в ноябре или нет, но в общем-то они над этим работают, да и ОПЕК готов к этому, смысл сейчас что-либо менять, цены очень даже неплохие для них, да, могло быть хуже, но далеки еще от 60-70. Вот, скорее всего, они просто продлят то, что уже было принято давным-давно, год назад, да, наверное, просто продлят эти квоты. Ну и еще 30 ноября будет новичок в ОПЕК, имя его, название страны скрывают, кто этот новичок будет, мы не знаем, но уже нам сказали, что в ОПЕК будет принято новое государство. Ну, может быть, какая-то африканская страна мелкая, с небольшими объемами, ну, явно не Норвегия или Россия. Хотя, подождите, просто шальная идея такая была, вдруг это Россия. Нет, не думаю, потому что России ничто не мешает находиться вне ОПЕК и, мягко говоря, продвигать свои идеи. Ну, вот, говорят, слухи ходят, что Иран сопротивлялся, ему намекнули, что делать так нельзя, лучше вместе со всеми, мы вас поддержим. И это была Россия. Просто помогли Ирану принять решение, Иран колебался. Так что, ну, просто шальная идея в группе «Россия», но мне кажется, России ничто не мешает быть вне ОПЕК и быть такой же влиятельной в этой организации и не вступать. Хотя, мы не знаем, может быть, отступление что-то изменится, может, они хотят статус ОПЕК увеличить. Просто дурацкие идеи, я как бы не претендую, как на уровне размышления над слухами. Но это не слух. Действительно, Блумбергу дал интервью генсек ОПЕК и сказал, что у нас будет новичок. Так вот, может быть, они хотят укрепить позиции ОПЕК, придать ему мощь, силу, хотя бы психологически, да и в объемах не помешает ОПЕК вместо 30А. А, у меня есть картинки для вас. Да, давайте, я не буду далеко уходить. Картинки. Я же сохранял. Я сохранял график. Вот это. Нет. Секунду. Вот это. Да. Да, оно и есть. Смотрите, это доля ОПЕК. Вот этот график показывает, вот, EIA, да, Energy Information Administration, показывает долю ОПЕКовской нефти, долю добычи странами-экспортерами. Когда-то было в пятом году 43%, а сейчас уже 40, на целых 5% они потеряли влияние. Может быть, такая идея вступить в новой стране в ОПЕК. Например, если Россия вступит, бред, конечно, но все, что угодно может произойти, то вместе с Россией это будет уже почти 50, 11 миллионов баррелей, да, у России в день. Это будет 50 миллионов, 50%, даже больше, 51-52, потому что дневное потребление 94 миллиона баррелей. Это стоит 94. Если будет 50 миллионов баррелей, то, ну, в процентах и в баррелях совпадает, потому что цифра близка к 100, 94 и 100. Так что, вот так. Ну, посмотрим, кто будет. В любом случае, новая страна вступит в ОПЕК, и у ОПЕК будет уже на несколько процентов больше, возможно. Если это не совсем уж мелкая страна. Ну, посмотрим, что будет. Но факт остается фактом, что ОПЕК теряет Лимаев. Влияние хуже было только в 2002-м. Я не знаю, почему это происходило в 2002-м. Что у нас было во втором году? Буря в пустыне или какая-то война, Иракская война, или это уже в третьем было, не помню. Может быть, какая-то организация вышла из ОПЕК, поэтому упала. Ну, вот что-то происходило, 38%. Если кто помнит, напишите, пожалуйста. 38% контролировал всей нефтедобываемой в день ОПЕК. Сейчас 40%, было 43%. Жаль, что график неполный. Может быть, 80-х или тогда не было ОПЕК. Нет, ОПЕК уже 40 лет был, был, был. ОПЕК уже много-много лет. Окей. Что у нас тут за график? Давайте посмотрим. Как раз S&P касается, мы о нем поговорили. Мне кажется, очень о многом говорит этот график. Ну, во-первых, вот это S&P. Вот он на максимумах взяли индекс, по-моему, за 100, где-то вот здесь, в 81, и сейчас он 1600. Я так понимаю, возможно, шпачь. А вот это Average Cash Allocation среди разных типов инвесторов в среднем а локация распределения на наличку. То есть сколько налички, ну, налички не в смысле в ящике, сколько свободных средств в деньгах держат инвесторы в портфелях в то или иное время. Например, вот восьмой год, когда рынок рухнул, инвесторы до 45% уходили в кэш. То есть избавлялись от облигаций, акций, фьючерсов. И вот был кэш. Страшно было. Кэш и скинг. Помните фразу? Кэш и скинг. Наличность – это король всех зверей, всех активов. Во втором году в доткомах бум, точнее, обвал доткомов было тоже кэш. То есть кризисы рынки резко, инвесторы резко увеличивают аллокацию, распределение. Ну, есть такое слово аллокация. Я тоже не люблю заменять русские слова английскими, но в данном случае употребляется в портфельном менеджменте слово аллокация. Распределение, так скажем, окей, по-русски. Распределение до там 40%. И вот еще один кризис, вот этот, который был, помните, годовщина, нет, годовщина 87, вот он, годовщину, 30-ю годовщину, которого мы будем праздновать скоро, 19 октября, это, я так подозреваю, 87-й год, вот он, октябрь, конец года, 88-й, 89-й, 90-й, так, сходится, увеличился. Сейчас эти цифры на многолетних исторических минимумах. То есть сейчас все сидят в активах, будь то акции, будь то фьючерсы, какие-то другие инструменты, видите, different investor population, разные, видимо, классы взяли. И сейчас мало, так мало, что случись что-либо. Как вы думаете, чем закончится ближайший 3-5% разворот на рынке? Вот с точки зрения вот этой информации, минимального кэша на портфелях, вот назовите мне слово, которое описывает этот процесс, что случится, если произойдет коррекция, если мы знаем, что у людей кэша в портфелях минимум, копейки, там, 5-6%, сколько здесь написано, сколько процентов, нет, ну, примерно между 5 и 10, 7%. Как это слово называется? Так, Алекс пишет локации. Нет, 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 я не это имею в виду. Вот что случится, такое даже есть русское выражение, заменили эту фразу английскую русским по всем портфелям клиентским. Маржин колл. Что мы получаем, скорее всего, малейший разворот, малейшая коррекция ударит по этим портфелям сильно, пойдут маржин коллы, они спровоцируют новые продажи, новые продажи спровоцируют еще дальнейшее падение индексов, акций, еще чего-то, и там посыпется уже, мало не покажется. Так что, с точки зрения распределения, не столько с точки зрения распределения активов в портфеле, сколько с точки зрения опасности, которая грозит этим портфелям из-за минимальной подушки безопасности. Мы же знаем, кэш – это подушка безопасности, да, а она минимальна сейчас, значит, максимальные активы, и скорее всего, рисковые, и скорее всего, с плечом в том числе. Хорошо, что еще у меня здесь было? Да, ребят спросили инвесторов, что вы думаете по поводу того, какой рынок сейчас наиболее переоцененный. Как вы считаете, в августе, это светло-голубая линия и темно-синяя в сентябре, в августе больше всего боялись пузыря на NASDAQ, видите, говорили, long NASDAQ, длинная оппозиция на NASDAQ, то есть покупка акций входящих NASDAQ, собственно, индекса, плохая идея. Сейчас говорят long bitcoin, но не сейчас, в сентябре, говорят, плохая идея long bitcoin. И найдите хорошую идею, у вас тут есть подсказка, вот среди топов, среди очень длинных вот этих полосок, есть одна идея, что делать, вот написано уже на английском, ну там простые слова, на самом деле, даже языка знать не надо. Хорошую идею назовите, кроме шортить NASDAQ и шортить биткоин, это я сказал, вот они. Что еще можно делать, если считать, что вот больше всего толпа боится именно этого, опасается и считает переоцененным или недооцененным? Тишина, удивлен, есть там уже эта информация, или у нас вебинар стоит, нет, я с другого компьютера наблюдаю, все идет. Обратите на третью строчку подсказка, что там написано, что... Long dollar хорошая идея, потому что если толпа считает, что шорт-доллар это уже переоцененная идея, идея, актив. Алекс, нет, распродажа доллара это страх рынка, это вот, что они считают, что слишком переоценено, что шорт-доллар переоценен, вот на тот момент, на сентябрь, а значит надо его брать, если они считают. Нет, не с точки зрения, точнее, с точки зрения вот этого вот графика, с точки зрения толпы. Да, это опрос Bank of America, Мэрил Линч, глобальный менеджер, управляющий фондами, их опросили, и они сказали, больше всего мы боимся, что сейчас переоценен биткоин, лонг у него очень большой, нам это страшно, 30% сказала. В августе говорили, что NASDAQ сильно переоценен, 32%, в сентябре они уже в меньшей степени так думали, и сказали, что шорт-доллара, короткие продажи доллара тоже переоценили, уже слишком, слишком-слишком, так что надо делать обратное, как они говорят, покупать. И с августа по сентябрь их мнение не изменилось. Они как в августе считали, что доллар перепродан, так и в сентябре считают, что доллар перепродан. Будут ли они его покупать? Ну вот мы видели, доллар рост в последнее время, так что вот. Что еще, какие картинки я еще вам приготовил? Вот у нас картинка хорошая, это, я забыл, что это, это, по-моему, медь. Кто-нибудь в ценах разбирается, похожи цены на медь. Volume, Open Interest, не написано здесь. Я вот сохранил картинку, а что это, не посмотрел. То ли это просто промышленные металлы, но я в прошлый раз вам показывал промышленные металлы, и мне кажется, это медь. А медь у нас что? Медь у нас тоже промышленный металл, и вот товары, сырье, в частности медь уже развернулись 508 на 100 долларов почти. Не идея, просто подсказка, что не везде пузыри, не везде все растет. Так, что еще у меня было, эти графики показали. Вот это что у нас интересно. Да, инфляция. Мы думаем, что только в долларовой зоне инфляция, только в еврозоне она поднимает голову. Оказывается, нет. Китай. Китай. Посмотрите на разного рода инфляции, разные. Мы знаем, инфляция измеряется массой разных способов. CPI, это потребительские цены, вот синий график, темно-синий, ну, тоже растет, да. Сглаженный CPI, Core CPI минус продукты питания, энергетика тоже растет, он даже почти не разворачивался. Красный, это непродуктовый CPI, тоже растет. И, наконец, дефлятор ВВП, вот он не столь важен с точки зрения расчета такой рыночной инфляции, потребительской инфляции, а вот отражает именно, для Китая, наверное, все-таки он важнее. Мы же Китай сейчас рассматриваем как глобальную экономику, и поэтому мы должны смотреть на ту инфляцию, которая глобально во всей экономике. Не только в продуктах питания, там, или продуктах потребительских, минус продуктах питания, а глобально. Посмотрите, как сильно вырос дефлятор ВВП. Что такое дефлятор ВВП? Это рост цен на товары, входящие в расчет ВВП. То есть все товары, вот абсолютно все. Там и китайские какие-то ручки, и какие-то там, все, что выпускает Китай. Даже если они выпустили автомобиль, какой-нибудь BMW X5 китайский вариант, подпольный. Хотя нет, не уверены, теневая экономика это не считается. В общем, все, что выпускает Китай в виде товаров и услуг, вот входит в этот ВВП, и ВВП, и его рост цен на этот ВВП, на товары, которые в ВВП, они последние несколько, пару лет тоже растут. То есть даже в Китае есть инфляция, не только в развитых странах. Значит, с ней створы начнут бороться. Развитые страны в лице центральных банков, в Китае в лице центрального банка и коммунистической партии Китая. Возможно, им скоро будет страшно за инфляцию. Мы не знаем, но вот уже поднимает она голову. В 2009 году вот уже доходило до 10, до кризиса было 10%. Ну, тогда и ВВП рос бешеными темпами. Помните, как рос ВВП в Китае? Это сейчас 6,9, там 7, может 6,8. Тогда были цифры в полтора раза больше. Все, да, картинок больше нет. А, ну вот последняя картинка, что это у нас? Да, по секторам, что думают, вот это самая такая обширная глобальная картинка, что думают глобальные брокеры, инвестдома, профессиональные участники рынка по поводу разных секторов американского фонда рынка. Вот S&P, 500 акций. Понятно, что его можно распределить на несколько секторов, отраслей, технологии, энергетика, медицина, здравоохранение, сырье. Ну, в общем-то, сам S&P, потребительские товары, промышленные товары, финансы, ну и так далее, недвижимость, ЖКХ и телекомы, да. Больше всего hold. Желтое это держать, рекомендация по акциям держать, красное продавать и зеленое покупать. Больше всего пессимизма, наверное, можно сказать, меньше всего оптимизма, видите, зеленое, меньше всего покупать по телекомам. Всего 26% брокеров говорят, покупайте акции в телеком, входящие вот в S&P, относящиеся к телекомам, да. 67% hold держать и 7% говорят продавай. Больше чем 7% ни в одной отрасли нет рекомендаций. Есть 6, есть 5, а меньше всего, у нас сразу 3 отрасли, где минимум медведей это здравоохранение, сырье, промышленные товары и недвижимость. Вот в этих 4 отраслях, входящих в S&P, не все компании, а именно вот крупные входящие в S&P, по ним меньше всего медведей, рекомендаций медведей. Ну и самые лучшие это инфотехнологии, IT, технологии. Казалось бы, да, мы только что говорили, что глобальные менеджеры ожидают, говорят, что NASDAQ переоценен, что long NASDAQ это плохая идея, он сильно уже переоценен. И тут, на тебе, они рекомендуют, ну рынок в целом, инвестдома рекомендуют по вот этому IT. Это, конечно, не NASDAQ, но частично все-таки компании входят и в S&P, и в NASDAQ, все-таки инфотехнологии это как раз та часть S&P, которая есть и в NASDAQ. Ну это и Apple, и Google, и всякие IT-компании. Так вот, по ним 58% брокеров инвестдомов говорят покупайте, 37% говорят, ну уже выросло, но держите, еще будет немного роста. И 5% говорят, да ну его уже все, козырь продавать. Вообще, медведей не так много, максимум вот 7% это телекомы. Ну и вот так вы видите распределение, цифры, наверное, вам видны. На втором месте энергетика, это все, это и нефть, и газ, и там электроэнергия. По ней покупай, говорят, 57%, почти столько же, сколько и на инфотехнологиях. Ну и с конца ЖКХ как бы считается плохая идея. Вот эта идея мне нравится, что ЖКХ считается плохой идеей, потому что если по ЖКХ сейчас много медведей, ну то есть говорят, не бери ЖКХ, может быть потому что ждут разворот. А с другой стороны, тогда почему говорят, берите эти инфотехнологии. Ну не важно, так просто мысли вслух. Вот так, теперь вы знаете, какие сектора наиболее интересны с точки зрения рекомендаций вот этих инвестдомов. Ну может быть они, наверное, скажем, что в воздушнение вводят, но не уверен. Топ-3 здравоохранения, энергетика и IT. И аутсайдеры, три индустрии, которые не рекомендуют покупать телекомы, ЖКХ и недвижимость. Кстати, да, вот недвижимость, я удивлен, мне казалось, куда более надежная. Ну видимо там уже пи-рейшио пузыри большие. Вот, собственно, все, это был наш перерывчик в графиках. Давайте продолжим по нашему метатрейдере, по активам пройдемся. Что у нас осталось? Нефть, да, была. Идем дальше. Да, евро. Очень важно, видите, как четко мы увидели эту линию. Кто был в прямом эфире? Кстати, я вас приглашаю снова в прямой эфир. Секунду, я сейчас переключусь, пока не забыл. Роман просил меня показать, что нужно делать. Я вам кидаю ссылку. Это прямой эфир на завтра. То есть завтра мы будем комментировать. Если вы знаете, у нас завтра будет что? У нас завтра будут минутки. И мы будем комментировать в прямом эфире, вот прямо в момент, когда будут об этом говорить. Хотя не уверен, что долго это все продлится. Но окей, поговорим об этом долго. Обсуждать протокол, отчет. Вот здесь, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, и тогда вам будет приходить подтверждение или даже напоминание. Вот по этой ссылке это завтрашний прямой эфир. В 20, сколько там, я не посмотрел время, но вот там написано в это время. Мирал Маркетс организует прямой эфир, и мы будем с вами на линии, на связи. Я включу, что я включу, и экран, и не только экран. У нас будет вид на мой десктоп. Ну, в общем, будет интересно. Потому что прямые эфиры предыдущие, судя по отзывам, очень понравилось трейдерам. Часть говорит, что зато не скучно, да, как минимум не скучно на рынке одному сидеть. Часть говорит, что времени нет искать комментарии. А тут вот в живом эфире, как, не знаю, диджей, как комментатор на футбольном матче, можно слышать, видеть и цифры, и обсуждения, и комментарии. В общем, будет интересно, я более чем уверен. Евро у нас развернулся вверх. 1,18, помните, на нонфармах он пытался уйти сильно вниз, коснулся поддержки и оттолкнулся. Потому что вроде бы, конечно, хорошая идея, рынок труда 4,2% безработица, инфляция, то есть не инфляция даже, а инфляционный индикатор, но он не называется инфляцией, это индикатор, как его называют, стоимость оплаты труда, по-моему, да, была, почасовая оплата труда, вот нет, почасовая оплата труда, на 3% почти вырос, это очень много. Если растут зарплаты так, то значит будут расти цены. И рынок решил, что очень даже неплохо было бы доллар прикупить в моменте на панике, потому что, скорее всего, ставку будет повышать. Ну, потом немного успокоились, сейчас, кстати, повышение на ближайшем заседании, следующем, в ноябре, 1,5% вероятность всего, сохранение 98,5%, а 13 декабря вероятность 86,5%, то есть 86,5% вероятность того, что повысит все-таки ставку в конце года. Но у нас на этой неделе будет что? У нас на этой неделе будет помимо фонг минуток завтра, будет в пятницу инфляция по Америке, вот она-то и подскажет нам, что думает ФРС, что он будет делать, потому что зарплаты растут, рынок труда на 17-летнем минимуме, слушайтесь только в эти цифры, в 17-летний минимум, 4,2% из работных в США, так мало их не было с 2000 года, даже в седьмом году было 4,4% на минимум, по-моему, могу ошибаться, вот такой вот бум, такой рост экономики. Во сколько минутки, спрашивает Ирина? Хорошо, давайте посмотрим, что здесь написано, вот по этой ссылке я прямо открою, здесь написано, что минутки будут через 23 часа, то есть, где бы это найти, ну я пытаюсь наше время поймать, тут по GMT написано, а вот просто открываем календарь, брифинг, я в Admirals календарь заходить не буду, там просто нужно настройки менять, что-то там, язык выбирать, тут быстро будет. Завтра минутки будут у нас, помк, минец, где? Сюда они не включили, вот вам и брифинг ком, я не вижу, целое 10 число, 11 число, я не вижу, я не вижу, ладно, зайдем в адмираловский календарь, сейчас я скажу, должно быть 9 часов, должно быть 9 часов, но чтобы быть точным, а то иногда у меня время по Лондону, иногда еще что-то, абсолютно точно, чтобы сказать, во сколько будет это завтра, я еще раз зайду в календарь, итак, у нас сегодня 10, завтра 11, завтра 11, включаем 11 и смотрим, ой, сколько завтра новостей-то, минутки, 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 не вижу, а, завтра среда, да, завтра среда, 12 минутки, вот, 19.00 это было время Европ-Лондон, а если поставить, ну, допустим, Москва, Киев, Рига, все одинаково, просто Рига, ну, первопопавшаяся, то тогда будет 21, да, 21 по всем нашим регионам, у кого-то, если другой регион России, уже пересчитайте через Москву, Москва 21.00, Таллинн 21.00, Вига 21.00, Киев 21.00, и если кто-то едет из Минска, то, да, завтра 11, просто завтра среда, я по ошибке думал, что завтра вторник, да, завтра среда, 11 октября, 21.00 будет прямой эфир вечером, вот, в это время, если кто-то не может прийти на нонфарм, потому что он там 15.30 рабочее время, то 21.00 самое время дома, чашечка чая, включить наушники, чтобы не мешать домашним, я там мало кому мешаю, вообще никому не мешаю, даже с соседям, включить наушники, налить чаю, где-то у себя параллельно включить Bloomberg, или можно его не включать, он у меня отключен, открыть графики S&P, закрыть все позиции, да, как правильно торговать, это сильные новости, быть квадратным, квадратным это означает быть вне позиции, и слушать, слушать, что у нас происходит, и в чате комментировать. Единственное, я не понимаю, почему не все могут писать в чате, видимо, YouTube требует, чтобы у вас был свой канал, я так понимаю, там, я хочу комментировать, он пишет, что создайте свой канал, а завтра я это выясню, ну, попрошу Романа, чтобы он уточнил этот вопрос, потому что немногие могут в чате писать комментарии, именно в YouTube чате, этот вопрос тоже мы как-нибудь решим. У меня-то будет микрофон, я буду транслировать, вы будете меня слушать, но я хотел бы иметь обратную связь. Андрей пишет, что просто нужно войти в Google, канал не нужен. А, хорошо, видимо, я был вне Google, хотя я-то был в Google, ну, как я зашел в Hangout, ну, ладно, хорошо. Да, имейте просто в Google какой-то аккаунт, Gmail, например, да, я так понимаю, это тоже аккаунт, если он у вас есть, зайдите через него, не просто ссылку откройте в YouTube, а залогиньтесь, да, авторизируйтесь, да, Gmail пишет Андрей, и если у вас будет Gmail, уже вы можете, как нам пишут ребята в чате, писать комментарии. Прошлый эфир у нас был, ну, достаточно активно, мне понравилось, посмотрите, у нас сколько людей было, сейчас я открою, у нас было 413 просмотров уже, это достаточно много, прошло-то всего несколько дней, сегодня, 4 дня, 413 просмотров, ну, значит, интересно, отлично, я тоже давно искал какой-нибудь такой живой формат для общения, чтобы там пошалить, покомментировать. Итак, у нас времени немного, вообще, у меня-то оно есть, но, по точки зрения вебинара и того, что потом это в YouTube должно быть, слишком долго нельзя. Пройдем дальше по индексам, как 40 французский, как он хорошо оттолкнулся вот от этой линии, да, просто идеально, такой шип, страх, разворот в канал, и вот те, кто брал на это информацию, что все-таки мы не смогли эту линию пробить, молодцы, сделали 55376, ну, не особо много, 7-8 процентов они сделали на индексе как 40. Это Daimler, BMW, по старой привычке не остались, Apple, Microsoft, новый хай сегодня, сегодня, да, сегодня новый хай показал, новый максимум на рынке, шип, буквально увидели цену 7662, 7662, да. Boeing новый максимум показал 260 долларов за акцию, возможно, даже немножко уйдем вперед, консолидация такая была, ни копейки вниз не дали, ни одного разворота не было. Я, к сожалению, по Boeing все-таки смотрю вниз, у меня конструкция построена, 240 куплен, 250 продан, и мы уже заходим в зону, где я начну потихоньку закрываться. Это единственная позиция, ну, вот в новом портфеле, который я завел недавно, единственная позиция, которая не совсем удачная, ну, будем думать, что делать на первой же коррекции, наверное, частично закрою. Там небольшое плечо, там 1 к 5, первое плечо в плюсе, там где-то 3000 долларов, второе плечо в плюсе, в минусе где-то на 5000 долларов, суммарно 2000 с конструкцией, с убыткой, это очень много, вот я буду думать, что делать. Так, делать тут точно нечего, и индекс доллара вроде так хорошенько смог отодна развернуться, но вот евро и с фунтом снова пошли вверх. Наконец-то мы до фунта дойдем, я не знаю когда, времени мало, по газу тоже делать нечего, это у нас Zara, вот видите, каталанский референдум, все такое, видимо, свалили, вот тут с гэпами даже мы падали, акции, хорошая бумага, все еще хорошая, если вот только что была новость, что президент объявил, ну помимо того, он предложил, или это разные были люди, не помню, сейчас я посмотрю, две новости были, первая, почему не открывается, первая, президент Каталонии попросил отложить объявление независимости, и сразу же после нее, через там 10-15 минут, Карлес Пучдемон, вот я не уверен, тот же человек или нет, я Пучдемон фамилию знаю, просто президент ли он, или глава там правительства, или еще кто-то, Каталония получила право на независимость, ну окей, право-то получила, а вот что с этим делать дальше, мы не знаем, если все это уляжется, более-менее договорятся, хотя о чем там говорить, одни хотят, другие не хотят, то Zara хорошая, все еще хорошая бумага, а более того, в Испании-то уже исчерпаны рынки, они, если будут делать экспансию в Юго-Восточную Азию, они будут делать, то это хороший очень потенциал, потому что там они представлены очень слабо, и Майс Самодьюти, и Zara, ну вот весь этот рост мы отыграли, кто бык, кто верит в Zara, как-нибудь надо будет P-Ratio посмотреть, а то, а, премьер пишет Андрей, Пучдемон премьер, потому что все изменилось с тех пор, когда мы обсуждали Zara год назад на вебинаре, и говорили, что жаль, что мы упустили рост, рост это было вот где-то вот октябрь 16-го, вот где-то, наверное, какой мы рост упустили, вот этот упустили, да, наверное, где-то здесь было, или уже здесь, ну неважно, в общем-то, сейчас снова рынки дают коррекцию, вот бы на нервах провалиться еще немного, и на 28-30 я бы купил акции компании, которые управляют Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Bity и так далее. Качество у меня большие претензии, ну и цены-то там не особо, ну и ладно, народ берет, народу нравится, но мужская марка, только Massimo Bity более-менее, более или менее по качеству Zara, просто один раз случайно попадаете в легкий дождик, и ваш костюм превращается в тряпку, уже было проходили, и вообще они не особо качественные, ну это дешевые, да, то есть это для массового рынка, для массового рынка можно жить хорошо. Окей, и у нас последний, я до фунта хочу добраться, наконец-то, вот фунт, смотрите, мы говорили, что кто не успел, вот где мы говорили, наверное, хорошая покупка, коррекцию дает фунт, по фунту инфляция, ВВП, все достаточно неплохие, Банк Англии может быть следующим, дали хорошую коррекцию, сколько процентов, даже 61 пробили, дошли до каких-то уровней, ну ниже уже как-то странно бы выглядела, прям вот рост, и сразу же его отыграли, зачем росли-то, и вот вышли немного вверх, посмотрим, что вокруг этой линии будет, сможем ее пробить, удержаться или нет, скорее всего будет такая консолидация какая-то, возможно, и вот на этой пиле можно взять снова идеи ухода вверх. На этой неделе я хотел посмотреть по фунту, что у нас будет, давайте посмотрим, по фунту есть у нас, где у нас календарь, а, я закрыл календарь, ну ладно, по-моему, ничего интересного нет по фунту на этой неделе, вот вам и, ну, на минутку, конечно, фунт к доллару будет колебаться, а вот конкретно по фунту, по-моему, я не помню, что это было интересное. Скоро ЕЦБ 26, ну, через две недели еще не так, потому что скоро, завтра минутки, и в пятницу инфляция по США, она сейчас достаточно важна, ее ФРС будет открыть, потому что там идей немного, а вы помните, я в прошлый раз рассказывал, что ФРС и рынки имеют разные взгляды на то, как ФРС будет повышать ставку. Парадоксально, да, звучит, ФРС, сам, собственно, ФРС, и рынки имеют разные взгляды, слушайтесь, на то, что будет делать ФРС. Казалось бы, если ФРС что-то будет делать, то он сам-то знает, что будет делать, и его взгляды, его видение и оценка как раз вполне-то точные, потому что он же дает оценку своим же действиям, а вот рынки не верят. Когда ФРС говорит одно повышение в 17-м, три повышения в 18-м, рынки верят только процентов на 50-60. Мало того, одно повышение ФРС уже объявил, про сути, сказал, что оно будет в декабре, рынок верит с 86% вероятностью. Так еще и три повышения в 18-м году, рынок в три точно не верит, может быть два. Вот такой парадокс, мы уже говорили об этом, так что если вы верите в версию ФРС, надо брать доллар. Если вы верите, что действительно рынки правы, может быть уже было много раз такое, ФРС что-то говорил, а потом не делал, я не помню такого, потому что при Гринспене было все достаточно серьезно, при Бернанке не помню, насколько серьезно, и вот сейчас давным-давно еле никого не разочаровывалось. Окей, думаю, больше ничего у нас нет. Австралийц, мы в прошлый раз его покупали, это что у нас, это Дейли, где мы его покупали, не помню, подождите, кто-то в чате говорил, что хорошая идея, и действительно она была хорошей, на часовых, что-то потом взлетело, а потом все-таки упало. Давайте выходим, посмотрим, где мы находимся. О, смотрите, где мы находимся. Какой хороший момент. Завтра, конечно, минутки, а потом инфляция, но вот все-таки место на Уикли, на недельных неплохое для покупок, если вы стоите против доллара, все-таки стоите против доллара в сторону повышения австралийского доллара. Интересно, как выглядит идея Long Out Usd Short Euro, интересно, она вообще может привести что-то, вот подумайте об этом. Берем австралийц против доллара и продаем евро против доллара, и чем это закончится. Шальная идея, на самом деле, никакого анализа за этой идеей нет, просто технически подумал, что если по евро я еще верю в пробой, то австралийц не плохо дал неплохую коррекцию. Еще немного можем уйти вниз, что нам мешает уйти там до 0.77, 0.76, нет, 0.75, 0.76, ну вот пока первая точка, где остановился австралийский доллар. У меня все, и бэкс вот провалился на испанском референдуме, на каталанском, у меня все, парный трейдинг расходится у нас здесь на этой валюте. Я, конечно, разочаровался в этой паре, не идеально она себя ведет, JP Morgan Bank of America, или же я не идеально вошел. Мы на курсах заходили, чисто это кошельная идея, и вот ничего не могу сказать. Бренд и WTI куда лучше показывают расхождение. Сейчас все еще 7 долларов, 6,5-7 долларов было позавчера. Вот когда был лайв у нас, в чате один из слушателей написал, что 7 долларов спред между брендом и WTI. А это очень-очень много. Я не помню, чтобы когда-то было 9 в последнее время. Может быть, 8 в моменте коснулись, но вот 9 не было, вот 10 тем более. Так что спред разошелся не по-детски. Наверное, самое время с каким-то риском, допустим, 2-3 доллара, если вы можете перетерпеть дальнейшего расхождения спреда, можно… что у нас шортануть, да? Сейчас посмотрим, что шортануть, что покупать. Смотрим бренд, он 56 долларов и WTI 50. Ровно 6 долларов, уже 6, было 7. Те, кто в пятницу, в четверг заходили против расхождения этого спреда в 7 долларов, уже имеют 1 доллар. То есть покупаем WTI, продаем бренд и фиксируем схождение спреда хотя бы до 3-4. Я уже про 2 не говорю. Хотя 2 было, 2.30 было месяца, 2 назад летом. Всем спасибо. Жду вас завтра в прямом эфире. Жду вас завтра по этой ссылке. Нажмите колокольчик обязательно. До связи. Завтра увидимся. И вообще прямые эфиры будут чаще. Вторник у нас будет… Наверное, уже устаканится такой формат. Вторник у нас будет разбор именно торговых ситуаций, картинок, интересных графиков за неделю, какой инвестдом что написал, что сделал, обсуждение таких вот инфографики, так скажем. В четверг мы будем учиться чему-то новому. А несколько раз в месяц, раз 6, наверное, на нонфармах, на ставках, на ЕЦБ, на минутках, на инфляции мы будем в живом эфире обсуждать вот конкретно, что происходит и как себя повелировать.